Одна из главных новостей за последние дни – это размещение на нашей территории нового вооружения «Орешник». Вы недавно об этом публично договаривались с президентом России. Скажите, пожалуйста, что нам это даст? Поможет ли это охладить особо горячие головы? Ну, вы видите, что происходит в мире? Это же не просто вот я взял, брякнул там, вот давай «Орешник» или «Лазу» там. Нет, вы, если внимательно следите, я об этом сказал в Астане. Так шутя намекнул, для того, чтобы россияне подумали, что ждем, позиции готовы. На этот вопрос у них ответ был готов. Поэтому мы так, в общем-то, быстро с президентом России договорились. Но потом мы, ну, все это слышали. Это не ядерное оружие, это обычное. Если ядерное оружие применить, знаете, это большая ответственность. По крайней мере, после Хиросимы и Нагасаки никто еще кнопку ядерного оружия не нажал. Из мощнейших крупных государств, не говоря о Беларуси. Но я предупредил всех своих врагов и друзей и соперников. Если только вы наступите вот на линию государственной границы, где я служил там и так далее, ответ будет мгновенный. Я не буду смотреть, ядерное оружие или еще какое-то. Об этом мы условили с россиянами еще до того, как они вернули нам ядерное оружие. И что не то оружие, которое мы им отдали. Там было стратегическое оружие. А это тактическое ядерное оружие. Хотя, конечно, мощь, ну, наверное, в пять раз мощнее, чем этот орешник. Поэтому, ну, ядерное оружие – это очень серьезно. А это обычное оружие, которое не заражает объекты, территории и прочее, но мощь колоссальная. Вот оно и испытано было. По Южмашу, это там, где производилось это в Советском Союзе, в том числе ракетное оружие. Огромный завод, глубиной по 4-5 этажей под землей, его нет. Вот один удар орешника, и его практически, этого завода нет. На всю глубину. Мощное оружие, нам надо защищаться. Мы его никогда бы не создали с нуля и до ракеты. Это огромные деньги, это технологии, это многие-многие поколения. Поэтому был поставлен такой вопрос, и спасибо Владимиру Владимировичу, он на это отреагировал, да. Мы потом обсуждали эту тему. Понятно, такое решение принять, это же взбудоражили весь мир. А что будоражиться? Я ему говорю, а что мы переживаем? Американцы завтра с немцами, они об этом заявили, будут на вооружение в Европе ставить такое оружие. Средней дальности. Это не орешник, но средней дальности. Но мы в ответ это делаем. По крайней мере, россияне. Почему с белорусами? Вся пусковая установка белорусская. В Орешнике вся пусковая установка белорусская, кроме ракет. Я ему скажу, что мы не ставим вопрос о ракете. Произведем вместе, если надо, будем вместе делать. У нас компетенции достаточно. В этом плане будем помогать, как по атомной станции. А пусковые установки мы произведем. МЗКТ. И более серьезные вещи делает. Поэтому давайте вместе двигаться. Это наша оборона. Я должен защищать своих людей, которые меня избрали президентом. Это моя главная обязанность. Безопасность – это святое дело президента. Поэтому я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток. Чтобы вы знали, многие пишут, что это шутка, никто ничего не ввез. Везли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли. Мы об этом не говорим. Это наше дело. Ответ будет и таким. Но если у нас будет обычное такое, мощное оружие, прежде чем к нам сунуться с танками, которые поляки закупают там от Кореи до Америки, и какими-то там другими БМП и ракетами, они крепко подумают, потому что ответ будет серьезный.